Я запускаю, как обычно, список для записей присутствующих. Доклад, который я делаю, проклину планет Солнечной системы, докладчик, которого минут 15-20 назад я вырос по телефону, он, судя по двух, был в электриче, Троэльен Александрович Вячеславович, замкликал с культета промышленной физико-энергетики, и с акцией научной сотрудники. Значит, у Галкина Зеленова, какая будет тема следующего заседания. Я предупреждаю, что через неделю, у нас 4 ноября, это сейчас государственный праздник, так что семинар у нас не будет. А следующее заседание будет 11 ноября. Тема такая, Леонардо да Винчик и цирка спустя. А если более конкретно, то Олег Борисович Викторович с кафедры Троэль Михайлович рассматривает задачу о скольжении с вращением шами или под какой-то другой шершавой поверхности. Задача эта восходит к цитраде Леонардо да Винчи, но решается до сих пор, и вот книг к подвижению решения этой задачи было сделано наверное, что я вам про это расскажу. Потому что, хотя, можно говорить, сухое трение, все отривиальное, вы его еще в ходе проходите, кажется, это называется закон сухого трения кулона, метод с электростатика. Тем не менее, если движение происходит не поступательно с включением, то и шарик крутится вокруг вертикальной оси и прямо встанет. С верчением. А, с верчением? Спасибо. То там возникают достаточно глубокую эффекты, и сухое трение отчасти уподобляется вязкому. И, как ни странно, по этому поводу было опубликовано очень большое количество статей, многие из которых оказались в некотором смысле неверными. Поэтому, помимо списка для записи присутствующих, я еще пускаю некую стопочку объявлений на следующем семинаре, потому что, если кто-то повесит объявление, у тебя вообще будет совсем. А пока нет докладчиков, докладчик, я все-таки думаю, скоро появится. Для несколько слов хотел сказать науке, которая называется системный синтез, и которая показывает, что все, абсолютно все связано, и что исследование климата это не безобидные вещи. Ну, исследование климата на планете, на других планетах, думаю, докладчик подтвердит, нам первым делом важны, конечно, для изучения климата на Земле. В первую очередь, потому что именно климат на планете Земля нас интересует по самым разным причинам. Проблемы там потепления, засыпи, урожая, все прочее. Ну, вот у меня был товарищ, хороший приятель, Володя Александровна. Он занимался климатом на Земле, Владимир Вениаминович, это 70-е годы, значит, конечно. И эти, он считал климат на Земле, брал земную атмосферу, делил Землю на ячейки 200 на 300 километров, брал несколько слоев по высоте, значит, прозрачность там, испарение, то есть температура, перемещение воздуха, все это он считал. Считал, считал, и считался до того, что стал неплохо предсказывать климат с декабря на январь. Довольно неплохие, неплохие прогнозы были с декабря на январь. Но потом его руководителю, академику Моисееву, бывший декан Кубман, показалось, что это достаточно скучно. И они решили посмотреть, а что будет, если будет ядерная война в этой модели климата. И в модели, в ичмашине, они взяли и взорвали часть ядерных арсеналов СССР и США. Это тема прошлого доклада. Были люди на прошлом, да нет. Взяли и взорвали. Смотрели, что получится. Ну и взорвали они для научного удовольствия так на порядок больше, чем реально могло было бы взорваться. И более того, в их модели это все не перемешивается. Получилось, что все на Земле загорится, вся эта сажа закроет Солнце, и будет известное явление по названию ядерная земля. Ну, где-то температура понизится, градусов на 30, ну и все выиграли. И с этим докладом Эдит Моисеевич поехал по миру, в США поехал, и стал говорить, как это ужасно, когда будет ядерная война. Все выиграли. Закончилось это очень печально. Александрова украли в госпании под по дороге с конференцией в гостиницу. Я его хорошо знаю, но неужели. И с тех пор о нем нет никакого слеза. Было множество правительства, но никуда он не делался. Первоклассная преподобная математика. Вот это научные результаты, искаженные, потом выяснилось, что там, значит, по крайней мере, на порядок завышено. Использовала пропаганда Соединенных Штатов для устрашения наших партийных вождей, как будет плохо, если будет ядерная война. Значит, наши вожди дрогнули, нервная система их отказала, зубочок, там и прочее, и решили разоружаться. Понимаете, просто вот так, в прошлую семью. Таким образом, значит, научные исследования по климату способствовали катастрофе, значит, нашей мели поддержали под названием СССР. Вот такая цепочка рассуждений, она относится к науке под названием Системный СИНС. Это все реальные, это партия реальной жизни. И показывает, что заниматься наукой, тем более публиковать результаты, это совсем не безобедная штука. То есть, если не умеешь использовать результаты на пользу себе, не изобретай. А если изобрел, то молчи, не публикуй. Вот есть ли вопросы по этому довольно серьезному доме? Я даже не знаю. Это фамилия, это же вы и люди, теперь можно проверить. Зачем украинцы? Ну, моя версия такая, значит, либо, скорее всего, его куда-нибудь посадили в какую-нибудь закрытую лабораторию, для того, чтобы он работал дальше, а более того, он один из немногих, который знал правду о том, что ядерная война, ну, не так уж и страшно для России. Ну, Москвы не будет, ну, Ленинграды, ну, мы привыкли. Вот, останется там деревня, останется тайга, там, там, какая-нибудь подводная лодка останется. А вот для США ядерная война, эти ребята непривычные. Если не будет Нью-Йорк и Лос-Анджелес, то ребята могут и дрогнуть. Потому что из элементарной теории войны практически показано, что армия Соединенных Штатов сдаются при пяти процентах потерь по прошлым войнам. Русская и немецкая армия сдаются при пятидесяти процентах потерь. И это экспериментально стройный факт. Конечно, это проценты не абсолютно точные, но это проверенные и об этом знают люди. Поэтому, вот, я думаю, что его украли с целью, то есть, посадить куда-нибудь, чтобы он там считал климат, не высовывался и не рассказывал потом по проверенным расчетам права. Ну, в общем-то, ну, война, конечно, нехорошо ядерная. Вот. Ну, мы не такой. Вот примерно вот такой ответ. Конечно, я не знаю абсолютно точных сведений документальных. Зачем его? Мы украли. Да, это я не могу. Я могу просто высказать, да, я просто могу высказать, так сказать, физико-математическую модель и то процесс. То есть, у нас написано Сотерия Ауда, дерзать, знай, да? Вот я дерзаю знать и точно так же, как мы изучаем невидимое солнце, а точно так же мы изучаем невидимые глаза политический процесс тем же физико-математическим методом. И делаем некоторые выводы, которые, скорее всего, ничуть не хуже, чем выводы про жизнь других звезд, которых мы тоже не видим и там не было. Хотя есть целый кафедр террастор физики, которые утверждают, что они знают, что происходит на самом деле. Вот с такой же точности можем вы утверждать о том, зачем его так. И не по-кво заходу в этой связи, конечно, потому что они собираются снимать книгу докладчика, но раз им нет. Но климат, он ему доволос рассказывает на месяц? На месяц. Именно климат, то есть сильно усредненный процесс, вот по времени климата, не погода, погода это вообще не сможет это ничего. А климат, они вот предсказывали очень неплохая была модель до того времени, аккуратная, русская, советская модель, то есть хорошие модели были. Машины были умеренной мощности, поэтому приходилось сделать модели хорошие. Известно, что русские модели лучше, чем западные. И понятно, почему. Потому что в США ставили на машину что угодно, а мы знали, что машина будет считать месяцами, поэтому, чтобы она считала днями, надо делать модель лучше. Тоже по-другому делается. Наши модели программ лучше, а это фанфичное. Нужда в программе. Вот. Так, то есть я подчеркиваю то, что тут все связано. И вот когда там у известного вся вам конкурция спросили, вы учитель такой много умных нету. Я просто все связываю воедино. И вот я предлагаю студентам работать в жанре конкурции, то есть связывать все воедино. Тем более у вас есть кто связывает. У вас дипломе 40 предметов. и развлекайтесь с тем кто связывает все их воедино. А на самом деле вот учебный план принимается дроблением сознания, то есть из хорошего абитуриента делают специалистов, у которых было 40 предметов раз. Никак не связаны с людьми. связывайте. Связывайте, 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 будете как конфуция. Нам очень нужны конфуции. Регулярная подготовка конфуции навести. Как ребята на призываться? Нормально? Нормально. Спецгруппы набираем конфуции. Учим по специальным планам. Применяем методы теофизики и всего прочего. да, еще я вас могу разлить. Я был на колокве. Вчера я был на колокве. А что тут смешного? Я помню. А, ты там была? Нет. Значит, я был на колокве. Нас доставляют участвовать. На колокве у прекрасного преподавателя Мехматяна, Редкозубова такой был Вадим Митальевич и симпатичный был. Человек знает еще раз. Вот никак. И там я похулиганил немножко. Я похулиганил в смысле математического, Он задал хорошему студенту хорошую задачу, что если у тебя имеется функция, непрерлевая, и она на правой и левой бесконечности растет с среди нижней плюс бесконечности, то она достигает нижней гранины. Ну, куда надеемся? Студент доказал. Это не так просто на первом курсе, но он доказал. И тогда можно на ней две минуты? Две минуты. И тогда она говорит, пожалуйста, пожалуйста, говорит Вадим Витальевич, я говорю, давайте, вы доказали очень мощную теорему, говорю студенту, а давайте из нее выведем теорему существования оптимального уголовного кодекса. Но народ зашевелился. А я говорю, вот так это будет выглядеть. Давайте нанесуем эти координаты. Поэзи абсцисс отложим такую штуку, как жесткость наказания. Это будет отношение количества лет, на которые я сокращу жизнь злодея, посадив его в тюрьму, номер злодея в жилье, а это количество лет, на которые он сократит мне жизнь в своем владеянии. Это жесткость наказания. Безразмерная величина. Отложим. А сюда отложим суммарные потери населения. Минус сумма твои жизнь твои н дельта жи и пида плюс тюрьма. Это манумус. Главная задача сбережения и умножения русского народа. Это цитата из Михаила Васильевича. Будем беречь всех и злодеей, и жертв. злодея могут построить например какую-нибудь дорогу. Астрах и боди вас. Поэтому что надо беречь. Немножко на трудно он потекает на канал востоков. Да. Поэтому и так тогда смотрим так. Если у тебя жесткость наказания стремится к нулю, то есть никого не наказывать, убрать ментов с улиц, разрешить воровать, убивать, грабить, то потери будут видимо большие. Ну представьте себе как такое математическое моделирование или мысленное там или мыслеобраз как писатель художник. Образ убрали все системы, всю милицию убрали. Это все. Ну так. Эксперимент советую не ставить, но значит лучше представьте теоретически. Одна ясна, что потери будут большие. Год левая бесконечная. А теперь представь себе забавить одно и слово из трех букв в трамвае тебя будут сажать что надо помочь. 90% населения сядет. Ну если будут охранять тогда будут тоже большие потери. Скорее хорщики вообще говорят. И тогда получается что есть нежная грань, функция непрерывная, достигается минимум, и вот оптимальный голодный кодекс. Народу понравилось. То есть из учебной задачки вытекает в проектировании головного кодексу, причем не знает юрист, как не в принципе знает книж. Он приходит уже, да? Завершить можно? А, вы еще не завершили? Не завершили. Я думал, что когда вы завершите один минут, то я вас не повысил. Все, все, все. Ну тогда я коротко завершаю, потому что Михаил Дина здесь главный. И тогда получается следующее, что вот это знание нигде нельзя студенту узнать. Вот это квант знания. Почему? Потому что на математике это запрещается. Я вышел за рамки учебного плана. К локвиум, по математике тут какой-то головный на кафедре права это запрещается, потому что там люди не знают, что такое график, что такое перемены и как делить. Потому что их не учили делить и изменить. В результате вот это знание в принципе студент не узнает никогда. Но это же трагедия. Какое практическое значение на это знание можно узнать? Оптимальный головный кодекс, что нет практического значения. Вам на них не ничего. Я такой человек. Мне кажется, что какая-то смешивая, это слишком разные понятия. Ну-ка, интересно. Прежде это научная основа. Какие понятия смешиваю? Ну-ка, давайте-ка вымажьте. Нет, ну это светое дело, когда можно сказать профессору, что он дурак. Я тоже не правильный. Александр Петербург, Александр Петербург, а просто понял, то есть это лишнее, это вот выходит за всякие рамки допустимые. Спасибо, все понял. Я скажу несколько слов немножко ближе к сегодняшней теме. Докладчику был на платформе Тимирязевской, поэтому тут видимо покуда он до нас доберется, у нас Михаил Алексеевич придется по очереди так сказать делать небольшой садоклад. Ну ладно. Значит, мы на всякий случай, когда кончатся садоклады на короткое время прервите, чтобы сам доклад пошел уже в новый файл. Значит, что можно почитать для начала о климате и поплате? Наверное, первое, что можно почитать на эту тему, это книжка Арнольда «Математические методы классической механики». Во всяком случае, это одна из первых книжек, которые Фистех может почитать на эту тему. В Арнольде рассматривается в основном тексте или в одном из дополнений простейшая модель троидальной земли, троидальной сферической атероидальной то есть восток заклеен на запад и, кроме того, север заклеен на землю. Ну, я не знаю, в некоторых стратегических играх предлагается играть именно на таком допусте. Вот такая модель у него рассматривали. Ну, понятно. Такую модель проще рассматривать хотя бы потому, что она локально плоская. квадрат отразделяем противоположные грани локально там геометрия гипсера. Рассмотрена вот такой троидальной земли динамик и показано, что эта динамика неустойчива. Что значит неустойчивая динамика? Те, кто прохлад всех или его еще не забыли, те, наверное, может быть, это даже знают. Это значит, небольшие поклонения в начальных данных со временем нарастают. На многих временах можно считать, что они нарастают экспоненциально. Ну, на больших временах оказывается, что траектория эволюции системы обматывает все пространственное состояние, и мы уже просто ничего не можем сказать про систему, ну, кроме некого распределения грани. И тут важно характерное время, за которое ошибка нарастает в, ну, скажем, в ехо. Куре-класса. Для земной атмосферы в глобальном масштабе это характерное время, я точно не помню, но оказывается что-то порядка нескольких дней, кажется, до недели. И, соответственно, предсказание погоды на месяц, ну, это еще возможно. А предсказание погоды на полгода уже не возможно. просто потому, что мы получим, если будем честно предсказывать с учетом вероятности, то мы получим, что вероятность размазалась от, так сказать, заморозка до небывалой жары, мы просто не можем сказать, что-то будет. И с этой точки зрения, если мы хотим предсказать погоду на полгода вперед, то чем пытаться решать дифференциальное уравнение, надежнее посмотреть, какая погода была полгода назад, в тот же день. И желательно не в один угод, а во много последующих лет, и тогда мы получим более точное распределение вероятности, чем просто честно пытаясь решать эти дифференциальные уравнения. по оценкам Аргольда получалось, что на несколько недель еще можно предсказать погоду, но не 7 в принципе это относится не только к погоде. На самом деле большинство механических систем, которые мы имеем в дело, обладают неустойчивой динамика. Это означает, что у нас есть ограничения по горизонту прогноза. То есть типа нескольких времен удвоения и понятно, то есть если мы условно говоря за три дня погрешности нарастают в два раза, то сколько бы часто мы не ставили на землю метеостанции, сколько бы нечасто мы не снимались недавно, добавим там еще несколько шагов и уже снова получил, что у нас нет никакой прогноза абсолютно не точный. То есть число метеостанций надо наращивать экспоненциально по времени прогноза. Это такое и получается в итоге, что есть вполне детерминированная система, которая описывается вполне хорошими уравнениями динамики, которые вроде бы с точки зрения с некоторой точки зрения вполне детерминистичны, для которых можно ставить как положено задачу Кашин. Тем не менее, начиная с какого-то момента эта система начинает себя вести хаосически. Потому что какова одна из стандартных моделей случайного процесса в теории вероятности. Представьте себе, у вас есть число от неледной единицы, вещественное число. Как оно называется? 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, цифр бесконечно много, число и процессов. И модель случайного процесса состоит в том, что мы последовательно берем по одному цифру после запятки. И вот между случайными процессами, когда у нас случайная цифра на каждом шагу выпадает, и с вещественными числами на отрезки есть взаимооднозначное цифр. А теперь смотрите, что происходит с нашими предсказаниями, когда у нас начальная погрешность экспоненциально нарастет. Чтобы предсказать погоду на день нам нужна одна цифра после запятки. Чтобы предсказать погоду на два дня нам нужны две цифры после запятки. На три дня три цифры после запятки. Ну и так далее. И вот на каждом следующем шаге очередная цифра после запятой разрастается до какого-то глобального уровня. Видите, получается та же самая модель случайного процесса. то есть, динамика работает как микросфон она из этого вещественного числа вытаскивает все новые и новые цифры и в конце концов, рано или поздно, те цифры, которые мы намерили, кончатся а дальше уже чистая вероятность и с этой точки зрения утверждение, что классическая физика, это физика детерминистичная невероятная утверждение классическая физика тоже вероятность если вы хотите смотреть классическую динамику на достаточно больших временах или смотреть на эту динамику очень пристально то вам надо смотреть не траекторию фазового пространства вам надо в этом фазовом пространстве нарисовать облако вероятности и сказать, что это облако вероятности описывает наша система и запустить динамику этого облака Это облако будет как-то деформироваться, в одних направлениях сжиматься, в других расплываться Но в случае общего положения, если, скажем, у нас фенитная динамика, система не может уйти куда-то на бесконечную Мало ли, планета Солнечной системы, ее солнце не упускает на бесконечную То за достаточно большое время, в случае общего положения, это облако Хотя вроде бы там есть тюрема или увидели, что объем в фазовом пространстве сохранился Но тем не менее, сохраняя свой объем, оно намотается на это фазовое пространство Вытянется в такую длинную-длинную ниточку и намотается в фазовое пространство так, что оно станет всюду плотно То есть в любой маленькой области у вас будет кусочек этого облака И, в общем-то, окажется, что все равномерно перемешается И когда мы, скажем, переходим от механики к статфизике, то что мы делаем? Мы это и делаем И хотя вы, в общем-то, знаете из механики, что у вас есть целая куча интегралов движения Целую кучу интегралов движения в механике как-то вы берете и считаете, какие были координаты и вкуса Система в момент времени 0 То есть интегрируете уравнение движения назад в момент времени 0 Получается начальный координат вкуса С какого бы времени t вы не стартовали, с интегрирования системы назад в момент времени 0 Начальные значения одни и те же Но это очень плохие интегралы движения Почему? Потому что интегрирование на большие времена неустойчивой динамикой Дает нам большие подвижности А какие есть хорошие интегралы движения в механике? А их практически нет Точнее есть, но очень много Энергия, импульс, моменты импульса Если система состоит из каких-то хороших частиц, которые не исчезают и не появляются, то число частиц тоже констант И вот именно с этих переменных мы стартуем в термодинамике Добавляем еще одну очень важную перемену, интегрирование Которое характеризует меры беспорядка Характеризует то, насколько мы не знаем состояние системы Терапия, это сколько информации нам не хватает, чтобы описать систему Значит, в общем-то, когда моделируют Если вернуться обратно к атмосфере, к климату Когда ее моделируют, то значит, это моделирование на сетке Неких приближенных уравнений Приближенных, потому что мы не описываем каждую частицу А мы вводим некие очень крупные блочные перемены И смотрим, что там можно с ними делать В общем-то, опять-таки, все упирается в те хорошие аддитивные величины, которые мы умеем хорошо мерить Плюс еще и драки Мера беспорядка И очень важное условие, что мы достаточно мелким масштабом Мы предполагаем, что все равновесно То есть атмосфера Земли в целом неравновесна Но кубический сантиметр воздуха практически равновесен При этом практически всегда в такого рода задачах У нас есть целая герархия Разных временных масштабов и разных пространских масштабов Одно время нужно, чтобы привести в состояние равновесия кубический сантиметр воздуха Совсем другое время нужно, чтобы привести в состояние равновесия воздух в этой аудитории А воздух на Земле в целом вообще не приходит в состояние равновесия потому что землю с одной стороны греет солнышко, с другой стороны она излучает тепловое излучение в холодный космос и соответственно все перемешивается, там еще снаружи, из недра земли немножко греет в общем система не стационарная но локально, локально стационарная и в общем-то придумать систему, в которой было бы полное тепловое равновесие на самом деле невозможно то есть, скажем, казалось бы, вот вы ушли из комнаты, закрыли там все шторами, там все законопатили спустя там, скажем, вот установилось там тепловое равновесие, вы еще там стены как следует заинзолировали вообще сделали из комнаты тетя ну, смотря на какие степени свободы смотреть потому что если смотреть формально, чтобы вы хотите, чтобы термализовали все степени свободы то надо подождать, покуда Броуновское движение раскидает книги с книжной полки по всей комнате равномерно в принципе, вы можете вооружиться знанием физики и оценить это время за какое время может возникнуть флуктуация давления в комнате достаточная для того, чтобы скинуть книжку с комнаты я не скажу, какой тут порядок величины, но я заранее вам скажу, что это время будет намного порядков больше, чем время жизни вселенной то есть эти степени свободы не термализуются практически никогда мы можем, в принципе, пытаться те же самые методы применять к другим процессам например, значит, вот есть у нас экономика, тоже очень сложная система есть микроэкономика, есть микроэкономика микроэкономика это, вроде как, динамика одной макроэкономики какого-нибудь одного предпринимателя или чего-то в этом а макроэкономика мы пытаемся описать макроскопически амикро и опять-таки, мы должны выбрать правильные перемены это, кстати, очень большая проблема, а какие переменные выбрать? вот есть там какие-то переменные типовые выборы? ну а что такое выбор? это, в общем-то, достаточно сомнительная величина и во многих случаях она отражает что-то совсем неудобное то есть, тут можно вспомнить и неудобно, я его вспоминать не буду но расскажу в более мягкий вариант что предположим, что тут у нас есть завод, который пачкает под ближайшую ручку а там ниже, по течению, мы ставим какие-то фильтры, которые эту ручку очищают так вот, если мы перестроим на заводе технологию так, чтобы он ручку не пачкал потому что исчезнет вклад в ВВП, который договорен честные служения он тоже производит какую-то приватную стоимость, он тоже учитывается в ВВП или, скажем, такой анекдотический пример, хотя и не анекдот, а и жизнь значит, современная методика подсчета ВВП для многих европейских стран учитывает доходы, связанные с проституцией и нелегральными торговыми наркотиками конечно, может быть это связано с кризисом, что они пытаются нарисовать себе как можно больше с другой стороны, с этими действиями действительно связана какая-то работа но вот с каким знаком эту работу надо нарисовать я не уверен, что они делают это с правильным знаком может быть лучше я буду не массовать или не массовать ну, давайте перейдем к каким-то более простым частям скажем, простейшей задачей, которая возникает в тормодинамике есть два тела в тепловом контракте и мы интересуемся условия равновесия какое условие равновесия условия теплового равновесия, как равновесия ну, тепловой равновесия, когда энтропия вытемает это значит, что если маленькая порция тепла будет передана от одного тела к другому энтропия не зависит ds по dd1 равно ds по dd2 понятно дс по ds по ds по dd и ее вводят как обратную температуру в принципе это то, с чего, условно говоря, начинается пятый торм ландаж а если бы мы дифференцировали некую энергию по, скажем, числу частиц если системы могут обмениваться частицами то было бы точно так же ds1 по dn1 равно ds2 по dn2 только это обозначает по-другому каким потенциалом зеленый энергию в принципе, давайте прикинем можем ли мы это обобщить на экономике с термодинамики на экономике ну скажем, если мы берем не всю экономику, а только торговлю то, скажем, товар внутри торговли сохранился и мы можем подписать аналогичные уравнения баланса только надо прикинуть, а что нам надо максимизировать вместо энергию в принципе, мы можем попытаться максимизировать действительно энергию правда я не знаю, делает ли это экономика на самом деле и ввести архив потенциал, скажем, для нефти, для газа, для компьютеров и смотреть соответствует это или ввести температуру только что надо взять в качестве энергии, надо еще подумать когда одного прибавляется, другого убавляется сумма диверсиала по нулю да, это успокоит для того, что при обмене энергию давайте я 1 плюс 1 2 равно констант а здесь я на 1 плюс 1 2 равно констант ну, в принципе, давайте прикинем, что происходит как меняется энергию при передаче малой порции энергии при малой порции энергии изменение энергию это дельта С значит равно дельта Е разделить на Т ну, может быть такой вариант что в экономике эти самые системы стремятся максимизировать не энергию а, скажем, при этом тогда вместо дельта Е мы берем там переванное количество товара а единица на Т это обратная цена и тогда значит ну, как тут написано получено что значит есть некая связанная условно говоря прибыль которая она в эфандерапии ну, какой-нибудь там капитал ДК по ДЕ1 равно ДК2 по ДЕ2 это обратная температура а наша цена значит условие равновесия означает что означает? означает равенство цены и и оно же означает невозможность извлечения суммарной прибыли ну, в принципе это, наверное, действительно достаточно близко к тому, что наблюдается в равновесной экономике что в равновесной экономике невозможно извлечь это это так называемая идеальная конкуренция ну, развивать более глубоко эту аналогию я не готов значит тем более, что я уже слишком далеко ушел от первоначальной темы поэтому если Михаил Алексеевич продолжит или если кто-то и слушатель готов подхватить или задать вопрос там один покупатель другой продавец там вопрос я задаю в адепаре субъекту один теряет деньги а другой получает тот, который получает он продает энергию а тот, который теряет получает так? наверное на 5 но тут если мы смотрим равновесие то тут возможно передача в обе стороны потому что если передача возможна только в одну сторону мне представляется что еще сумма капитала правда нет, ну это скорее какое-то условное изменение капитал который а просто деньги не пойдет то есть я подавец значит я подаю вам энергию по цене и я получаю деньги а вы покупаете у меня энергию по этой цене не даете деньги сохраняется и сумма энергии и сумма денег цена не совсем это не настоящее мне кажется это не все-таки другое да? да я бы эту картинку выбрал совсем простую то есть чистый обмен энергии 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 капитал здесь не сохраняется а максимизируется как антракет ну пожалуйста но это не обмене я деньги теряю вы приобретете вот это важный момент да ну это конечно у нас на семинаре чп уважаемый заместитель мы уж развлекаем вас как можно извините не стреляйте в канистры он играет как умеет мы далеко? все докладчик подходит в новом голосе все значит уже я могу немножко рассказать историю семинара что рекорд по опознанию докладчика составлял более час при этом аудитория была наверное не менее полна чем сегодня может быть даже и как ни странно большинство докладчиков тогда дождались но тогда было несколько легче потому что тогда был доклад в существенной степени посвященный новой технологии как было Яльцов из Иофана он там стоял до двух строк там как перенести но повезло потому что на этот доклад пришел бы послушать лабораторию и соответственно покуда докладчик не явился я его вытолкал к доске занимался аудиторией и он делал родники с докладчик в данном случае приходится как он видит это делать самому значит я не знаю мы конечно сейчас уже просто подождем потому что подходит я могу попытаться ответить на какие-то подписы есть вопросы вы любите если не смогу я то подскажите если не смогу я то подскажите подскажите но небезопасно это точно но небезопасно точно так вы остановили так сейчас мы быстро переключимся когда подключимся когда начнется снова вот значит я естественно буду сжать но начну как удобнее в принципе можно все компьютер я буду ходить в качестве указки указки вот здесь тогда там Прекрасно. Показывает внешний экран. Вот это есть некая хитрость здесь. Для начала я все-таки представлюсь, хотя многие меня знают, кроме зоамбликанства. Я еще занимаюсь физикой планет. В отделе физики планет и тел Солнечной системы космических исследований. Да-да-да, я сейчас как раз этим занимаюсь, и чтобы это не было пустое, я буду что-то говорить. Судьба меня забросила в одну из самых замечательных научных команд нашей страны, которая была основана профессором Морозом Василием Ивановичем, моим учителем, походим уже, к сожалению, который был первый в Советском Союзе и второй в мире человек, который заглянул в телескоп на прокрасный диапазон. Эта штука не работает. Так. Эта штука не работает. Открыть вкладочку, надо сказать, клон. Вот, значит, мы, ну скажем так, наша научная команда, она ставила основные эксперименты на советских еще межпланетных аппаратах, серии Марс, Венера. Вот, и так вот случилось, что в тот момент, когда в стране все сыпалось и разваливалось, получилось так, что мы оказались конкурентоспособны и, более того, научились делать многие новые вещи. Потому что мы стали, поскольку у нас было очень, так сказать, тесное сотрудничество с зарубежными партнерами, в первую очередь с Европой, мы научились, так сказать, проходить все эти конкурсы и пробивать наши приборы на зарубежные борты. Вот, и за 10 лет, даже за 15 лет, которые вот, наверное, так с середины 90-х надо брать отсчет, потому что первый, скажем так, последний советский проект, который неудачно закончился, был в марте 96, он еще был по своей идеологии полностью советский. Вот, вот после этого мы полностью перестроили свою работу и перешли на совершенно новые принципы построения приборов. Была создана линейка приборов на основе акустрофтических перестраиваемых фильтров и инфракрасные спектрометры, которые раньше весили килограмм по 25 и были вот такого вот размера. Сейчас у нас размером не больше пачки сигарет, весом там несколько сотен грамм и потребляют они несколько ватт. Акустрофтический фибратор, вот, значит, принцип акустрофтической фибрации, сейчас вам расскажу, наверное, я сделаю так, наверное, мы все-таки переключимся сюда, вот, здесь, если по времени посмотрите, то последний файл, это будет как раз специальная презентация. Там одна анимация не пройдет, но это не страшно. Вот, значит, все обстоятельства у нас с акустрофтической фибрацией. У вас есть кристалл двумночеприложающий. Обычно используют материал, потому что вы вода 2. Вот, он такой профессиональный формы. Вот. Значит, вы запускаете вот отсюда, подвозбуховую волну. И, если вы подаете ключок света, то попадется на 3 лучка. Один прямой. Проходит, и вы его после техники. Обычно его, как бы, в ловушку. Вот, чтобы рассеянного света не было. И два других луча с различными поляризациями по некоторым углам. Меняя частоту руковой волны, вы меняете ее в пространственной решетке. Внутри кристаллы таким образом вы можете, если кристалл специальным образом подобран, вы можете сделать так, что вот в этих колоннерных лучах проходит сигнал с определенной белой волны. То есть, и звуковая волна работает как-то... Так, все это решетка. Совершенно верно. Это брейберская дефракция, вот там, которая, так сказать, обычно появилась в ультромонарии. И ледный перкалендр, разрешающая сила, она может быть порядка, ну, 1-2 тысяч. Это вот такой совсем миниатюрный прибор у нас работает с 2003 года и работает до сих пор на орбите Марса на аппарате Марс Экспресс. Так, значит, ну давайте тогда развернем. Компьютер я тогда сам его, так сказать, найду. Дальше следующее развитие этого прибора, этого принципа, это был так называемый шеле-спектрометр. Вы, наверное, знаете, что принцип, так сказать, принципа шеле-спектроскопии, да? Дефракционная решетка, у нее какая разрешающая сила, кто знает? Разрешающая сила дефракционной решетки. Ну что, никто не знает? Ну что, ребят, я вообще куда попал? Так, ну что, не знает, что такое PowerPoint? Возможно. Так, понятно, значит, компьютер не знает, что такое PowerPoint. Вот этого я так совершенно не ожидал, что тут нет. Так, нет абсолютно. Ну, если этот компьютер не знает, то только он хочет слушать, а у кого нет, наверное, весь компьютер с PowerPoint. Так, ну, ребят, спасайте тогда. Не получается? Нету программы. Народ, у кого-нибудь есть компьютер с PowerPoint, который может получить проект? Да я думаю, что придется бороться с этим монитором, вот этого я совершенно не ожидал. Да, тут есть. Да, тут есть. Ну, сегодня не повезло. Да, сегодня как-то нам совсем не зайдет. В принципе, если подождать минут десять, то я беру заслонка. Правда, там тоже нет по-русски, но тогда просто включим это. Я думаю, что проще, все-таки, найти этот самый. Заставить его работать с внешним, с внешним окражем, да? Так. 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 Не, вот это бесполезно. Не, вот это я знаю. Ну что, там есть вкладочка, где надо сказать слово Куленко. Вот эти вкладочки, я поэтому не забываю. На дочный处поку заранее так. 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 Продолжение следует... Ну, я буду рассказывать, значит, как про наблюдение, так и про численное моделирование, и попытаюсь все-таки объяснить, чем мы занимаемся и зачем все это нужно. Ну, первым делом, я хотел все-таки несколько определений, да, как я это понимаю, потому что про климат рассказывают очень много, но редко все-таки пытаются создать определение. Я вот сформулировал, что эта физика той среды, которая имеет отношение к существованию биосфер. Вот, я считаю, что это очень важно, потому что в науках естественных и в физике, ну, часто, как бы, человек-наблюдатель исключается из объекта. Хотя вы прекрасно знаете, что в квантовой механике сам факт наблюдения величины часто влияет на значение величины. Так вот, в климатологии это вообще принципиальная центральная вещь. Мы этим занимаемся, потому что мы здесь живем. И это самое интересное и самое важное для нашего объекта. Итак, какие физические механизмы в климатических системах работают? Самые основные, хотя далеко, конечно, не все здесь обозначены. В первую очередь, это излучение, которое обеспечивает нам температурное режиме и термодинамику. Это гидродинамика, потому что атмосфера и океан это очень, так сказать, подвижные, действительно устойчивые во многом динамические системы. Это всевозможные химические, геохимические и биохимические циклы. Это фазовые переходы в аэрозолях, облаках. И, конечно, огромное значение для земного климата играют биогенные процессы, биота, которые делают нашу земную климатическую систему во многом уникальными. Ну и, конечно, всевозможные антопогенные факторы, которые в последние столетия стали существенными. Ну, буквально самые-самые азы геофизики, которые, может быть, вы просто не знаете, которые вообще в любом случае знать полезны. Грубо говоря, почему ветер дует? Часто физиков спрашиваешь, почему дует ветер. Говорят, потому что давление разное. А почему давление разное? Вот самый простой механизм циркуляции атмосферы, он выглядит таким образом. Почему атмосфера принципиально всегда находится в движении? Потому что планета разогревается неравномерно с экватора и с полюсов. Многие из вас, наверное, знают, что распределение Вольсмана, да? И если в качестве энергии мы берем потенциальную энергию молекулы, то получится, что распределение молекулы газа в полюсовом поле, именно Z, у нас тут взамен будет в среднем минусе. Z на H, 2 на H, это так называемая шкала высоты, где высота однородной атмосферы, которая равна просто Кт на массу молекулы 2 на H. И вот из того факта, что шкала высоты, то есть высота, на которой плотность падает на экспонент, пропорциональна у нас температуре, следует тот факт, что атмосфера, она как бы раздувается, такой горк вырастает у нас на экваторе, она толще на экваторе, чем на полюсе, на полюсе она поджата. Ну а поскольку она на экваторе раздувается, то воздух как бы с горки стекает вот здесь вниз, то есть от экватора к полюсам, ну а поскольку у нас должно выполняться уравнение непрерывности, воздушная масса должна сохраняться, вблизи появится, что существует противоток, который возвращает эту воздушную массу обратно к экватору. Но все бы было так, если бы планета стояла на месте, не вращалась. Но поскольку мы с вами находимся вне инерциальной системы насчета, и все это вверх, кстати, очень быстро, во всяком случае здесь у нас на Земле, то вот такое вот, как говорят геофизики, меридиональное движение, то есть от экватора к полюсу, оно тоже деформируется по действиям силу кривоуса. И на самом деле то движение, которое мы с вами видим, это вовсе не вот это вот движение от экватора к полюсу. Оно настолько медленное, что оно для нас совершенно не заметно. А вот то, что мы прекрасно видим, это вот это вот вращательное движение, так называемое зональное струйное течение стратосферное, которое, вообще говоря, достигает десятков метров, ну так, 70, даже 100 иногда метров в секунду на высоте порядка 14-15 километров, если говорить о Земле. Такая вот структура, да. Ну и, естественно, противоток, который вблизи поверхности, он в силу кривоуса выворачивается в противоположном направлении, тут уже ветер будет на запад, но этот ветер у нас здесь на поверхности, мы его прекрасно ощущаем. И, собственно говоря, именно этот ветер сумел объяснить почти 200 лет назад, в начале 18-го столетия, английский путешественник Джеймс Хэдли, который, так сказать, догадался, откуда берется посадный ветер, почему в тропках все время ветер дует в одну сторону. Вот эту картину, так сказать, он тогда и воспроизвел. Но, на самом деле, на Земле немножечко более сложная ситуация, чем та, которая была нарисована на этой картинке, просто потому, что вот эта структура, она оказывается неустойчивой. Вот эта ячейка разваливается на несколько. У нас существует полярная ячейка, существует вот эта ячейка Хэдли в низких широтах и, так называемая, фараловская ячейка. Ну, а мы живем с вами на тех широтах, где, так сказать, зона сплошной турбулентности и вот этих движений мы практически не видим. И, собственно говоря, вот та погода, в которой мы живем, циклоны и антициклоны, это, так сказать, нелинейные обрывки от волн, которые возмущают вот эти вот зональные течения. То есть климат есть при понятии и строках? У нас только погода. Ну, вот это вопрос немножечко преждевременный. Он на следующем слайде. А вот то, чем занимается прогноз погоды, за что, так сказать, платятся основные деньги Росгидромету и другими эти условиями мировым, это вот за то, чтобы предсказать, вот в какой момент, в какой фазе волны нас в следующий момент накроют. Собственно говоря, вот в этом и состоит прогноз погоды, предсказание фазы волны. И вот как раз фазовское замечание о том, чем погода отличается от климата, вот оно здесь и сформулировано. То есть погода – это вопрос о фазе волны. Это, в общем-то, вопрос именно. Хотя очень часто, очень важно, так сказать, во всяких отношениях. Но климат – это вопрос не о фазе. Климат – это вопрос о спектах. И в этом смысле у нас здесь гораздо, так сказать, больше свобода научного поиска и гораздо больше возможностей, потому что если фазу динамической системы неустойчив мы принципиально предсказать не можем, на этот счет, так сказать, неленинной динамики и соответствующей теоремы, то спектр мы принципиально можем предсказывать. И поэтому вот мы начнем с самых-самых простых физических соображений. Я сейчас попытаюсь вам, так сказать, рассказать о том, что такой парниковый эффект и почему его так все боятся. Вот если бы у нас не было атмосферы, и вот, собственно, на тех планетах, где атмосферы нет, там энергетический баланс устроен очень просто. Вот Сильма Т-4, значит, по теореме Стефана Больсмана, это излучение поверхности нагретой до температуры Т, а это та энергия, которая поступает там от Солнца. А бедо – это кациент отражения. То есть все, что не отражается обратно в космос, поглощается, это обязано перезлучиться, если мы находимся, так сказать, в энергетическом балансе. Вот. Ну и, собственно говоря, вот такая температура, она называется эффективной температурой, и она, в общем-то, равна реальной температуре на планете. Дальше опять еще одно философское замечание. Значит, поскольку сколько мы получаем с вами, столько и отдаем, это значит, что никакой энергии от Солнца мы на самом деле не получим. Мы получаем от Солнца некую другую, не менее важную, а может быть и более важную вещь. Поскольку мы получаем энергию при температуре 6000 градусов, это температура фотосферы Солнца, температура измечения. А отдаем при температуре, ну так, плюс-минус примерно 300 кВт, то, значит, как вы, наверное, знаете, энергии, которые мы отдаем, это, значит, соответственно, D6, D2 на Т, да? Вот если мы получаем вот тоже D2 при температуре 6000 градусов, а отдаем тот же самый D2 при температуре 300 градусов, то значит, что мы с вами получаем от Солнца отрицательную энтропию. И именно эта отрицательная энтропия позволяет нам с вами развивать на Земле неравновесные процессы, которые идут с уменьшением энтропии. Именно это позволяет здесь развиваться в биосфере разумной жизни и в конечном счете вот нам с вами здесь, так сказать, эти проблемы обсуждать. Потому что иначе бы последовала бы термодинамическая смерть, мы бы все, так сказать, разложились бы до самых примитивных технических составляющих. Теперь, если атмосфера есть, значит, в чем разница? Разница в том, что то же самое соотношение, оно чуть-чуть повыше у нас будет соблюдаться. А вот на поверхности, значит, картинка такая. Это я как бы фотончики такие вот тут изобразил, которые излучаются поверхностью, и, значит, поверхность соблюдает тот же с вами энергетический баланс. Но при этом эти фотончики, они имеют право поглотиться в атмосферу. Атмосфера разогревается. Теперь, что происходит дальше? Разогретая атмосфера, она тоже начинает испускать фотоны. Часть этих фотонов попадает обратно на поверхность. То есть поверхность у нас с вами уже получает больше, чем просто солнечный поток. Ну и в результате, вот тот баланс, о котором я говорил, он соблюдается примерно эффективно на некоторой высоте. Хотя, конечно, такой поверхности не существует. Она эффективно размазана, ну, на несколько километров, скажем так. А вот на самой поверхности пламены, там, так сказать, падающий поток, он состоит из двух частей. И солнечного потока, и потока, значит, дистонного излучения, собственно, атмосфер. И поэтому эффективно, вот эффективная температура, она реализовалась бы вот здесь. А на поверхности температура выше. Но поскольку, уже исходя из термодинамики, мы знаем, что крадиент температуры в тропосфере, он примерно одинаковый всегда. И вот он равен вот такой постоянной величине, минус G поделить на Cp. Cp – теплонимость. Это просто связано с тем, что тропосфера, она всегда на пороге конвективной неустойчивости. И в среде градиентов давления, если все движения адиапатичны, то вот градиент температуры будет такой. И поэтому мы очень легко можем посчитать величину парникового эффекта. Мы оцениваем высоту, с которой фотоны беспрепятственно улетают в космос. Инфракрасный фотон. То есть высота, на которой атмосфера становится инфракрасно-прозрачной. Для Земли это где-то, ну, 8-9 километров. И дальше мы просто протягиваем вот этот линейный градиент. Вот для Земли эта величина будет примерно 38 градусов. Это без всяких, так сказать, антропогенных эмиссий, просто вот естественная величина парникового эффекта. Для Венеры она аж почти 500 градусов. Для Марса она совсем малюсенькая, там, 2-3 градуса. И отсюда, кстати, следует еще одна простая вещь. Значит, поскольку вот эта эффективная высота и получающая, она профессионально количеству поглощающих газов парников выше этого столба, ну, а газы, как я вам уже написал, они растоплены инфенциальными, то вот эта высота, она логарифмически зависит от концентрации газов. Правильно? Ну, а поскольку сам парниковый эффект линейен по высоте, поскольку градиент у нас постоянный, это значит, что парниковый эффект логарифмичен по количеству парниковых газов. То есть это нас селяет надежду, поскольку логарифм, как говорил наш семинарец по физике, спокойно Юрий Матирнович Абанесев, логарифм не функция. Кстати, понимаете, эта функция очень медленно растущая. И в этом смысле мы можем, так сказать, гадить еще очень-очень много, и парниковый эффект будет очень незначительным. Хотя это все, конечно, не усилено. Есть факторы, которые, наоборот, работают в сторону усиления парникового эффекта. Ну, скажем тот факт, что чем выше температура, тем больше цепляет функция планка, ну, скажем так, полосу поглощения СО2, 4,2 микроэн. Причем так вот чуть-чуть мы изменили температуру, да, всего лишь там на 50-60 градусов, а уже в десятки раз у нас возрос вклад этой полосы. Вот такой вот элементный эффект возможен. Ну, и самое, конечно, главное, то, что парниковым газом на Земле реально является вовсе не СО2, эмиссия которой все боятся. Главным парниковым газом на Земле является водяной пар. Кривая молекула, которая поглощает практически везде, вообще на прокрасном диапазоне. Но с водяным паром такая штука. Поскольку концентрация водяного пара жестко определяется температурой, мы не можем загнать больше водяного пара, чем позволяет кривая насыщения, все остальное просто конденсируется и прольется дольтиком. Правильно? Вот динамика этого парникового эффекта, она очень похожа на автомобиль с гидроусилителем. То есть вот роль водителя выполняет углекислый газ, а роль гидроусилителя выполняет водяной пар. Вот сколько, грубо говоря, углекислый газ позволит, столько водяного пара мы в атмосферу загоним. И уже сама равновесная температура, она довернется до той величины, которая обеспечит нам водяной. То есть по динамике это действительно очень похоже на автомобиль с гидроусилительным рулем. Ну, какие по этому поводу у нас есть экспериментальные данные? В общем, довольно много у нас сейчас и по пальмоглициологии, и по, так сказать, там срезам растений есть, как называемая деревянная климатология, как специалисты выражаются. Ну и утверждается что? Что вот здесь количество муклеписового газа, ППМ, это парк 5 миллионов, здесь у нас шестой. Вот за последние несколько столетий мы увеличили, там примерно в полтора раза концентрацию гидроусилогаза. И вот последние тысячелетия ничего подобного не наблюдалось. И это, в общем, вселяет некие опасения, потому что похоже, что мы открыли некий ящик пандеры, запустили механизм, который раньше не работал. И реально это приводит к очень небольшим изменениям температуры. Как видите, там всего лишь полградуса за столетие. Но при этом не надо забывать, что вот эти полградуса, это полградуса в среднем, при, конечно, очень больших колебаниях. И в этом смысле это может приводить и для циркуляции атмосферы океана, и для биосферы к очень серьезным и частым неприятным последствиям. Ну, что люди делают, чтобы это понять и разобраться в этом? Ну, во-первых, трехмерное моделирование. Это, так сказать, очень тонкая, интересная кухня, численно моделирование атмосферы планеты. Это и гидродинамика, и перенос излучения, это, так сказать, очень серьезная и сложная, интересная вычислительная физика. Ну, и кроме того, так сказать, очень очень суперкомпьютер. На это сейчас брошены большие силы. Вот. Ну, и новое то, что делается, это, значит, космический мониторинг. Вот это, сейчас у меня тут, по всей видимости, анимация не сработает. Сейчас попробуем, посмотрим. Да, она работает у меня, но не вина на это время. Главное, не будет пройти на это время. Здесь была сделана попытка, так сказать, продемонстрировать, что нас ждет через столетие. Ну, через столетие нас ждет примерно 10-ти градусное потепление в Северной Сибири, что, в общем, хорошо для экономики, для биосферы. Так сказать, для биоцинозов тамошних. А вот в Южной Европе придется совсем плохо. Там тоже примерно 10 градусов потепления, но при этом резкая, так сказать, засуха. Прогноз очень, на самом деле, утверждительный. Вот для России в целом прогноз благоприятный. Какого-то конкретного? Конкретно для Москвы не очень сильные изменения. То есть влажность увеличится, температура тоже увеличится. Не очень сильно, не очень приятно. Вот для Южной Европы и Центральной Америки просто катастрофа, и для Северной Америки полная катастрофа. Вымирание всего любого. А вот для Северной Сибири похоже, что благоприятные последствия. И там наиболее сильные аномалии. Алифтарский дот, а нас выгодят из Северной Сибири. Вот это, кстати, да. И полностью исчезает вечный лед в Актике. Вот это тоже очень серьезные последствия. Мы их уже начинаем ощущать. Все слышали, наверное, про всякие политические баталии дипломатические. Пока на дипломатическом языке. Но никто не исключает, что скоро, так сказать, как говорили классики, заговорят пушку. И вот, к сожалению, великому такой сценарий звучать нельзя. У нас, вы сами понимаете, так сказать, Северная граница полностью оголена. И на огромную территорию очень много населения. Но, тем не менее, мы пытаемся что-то делать. И вот я с радостью вам сообщаю, что уже два месяца как на борту Международной космической станции работает очень интересный прибор, созданный на нашем коллективе, который вот наряду с американским аппаратом, который погиб при неудачном запуске прошлой весной, и японским аппаратом, который успешно работает, и сейчас он является единственным прибором, который измеряет с орбиты концентрацию парникового газа. Вот это Роман Доманенко. Он большой шутник. Нацепил кетку, что я говорю. Это он, значит, внимательно изучает инструкцию и настраивает прибор. А прибор, вот он, называется Русалка. Ручной спектральный анализатор в компонентах атмосферы. Значит, это прибор с разрешающей силой аж 30 тысяч. Я вот вас спрашивал, чему равно разрешение решетки, вы не ответите. Вот разрешение депрессионной решетки, для анализатора ляда, это N маленькая, в порядке депрессии, но N большая, количество штрихов на решетке. Вот количество штрихов, ну, вы не можете в бесконечности увеличивать, иначе вам придется очень большую решетку выразить, тем более, если вы хотите в космос. А вот это маленькое, в принципе, можно увеличить. А если вы сделаете очень большой порядок дефракции, тогда N и N плюс 1 порядок попадут на детекторе на одном месте. Как их разделять? Вот здесь приходит нам на помощь акустоптика. Мы совместили решетку с акустоптическим фильтром. Это то, что называется в классике шелест-пертрометры, но обычно ставят две решетки перпендикулярные, принимают на матрицу. Приборы получаются очень громоздкие. На всех больших телескопах такие приборы стоят. Вот инновация здесь, действительно, так сказать, без дураков, чисто в виде инновации состоит в том, что совместили акустоптику с ашеле-решеткой и получили очень маленький, компактный прибор бортовой с совершенно фантастическим разрешением. Зачем такое фантастическое разрешение нужно? Опять же, для того, чтобы на фоне водяного пара увидеть очень узкие отдельные вращательные линии белокислого газа. Иначе с орбиты просто, так сказать, не удается ничего сделать. Вот этот прибор в боевом положении. Здесь он смотрит через иллюминатор нижний. Вот Роман опять, так сказать, его нацеливает. Камера контекстная нужна для того, чтобы просто видно, что было куда-нибудь подальше. Это вот пример изображения. Это блик Солнца на дельте реки, на водной поверхности. Вот это спектры, которые мы видим. Видите, вот отдельные вот эти вот провальчики. Это вращательные линии колебательно-вращательных полосы СО2. Что такое вращательные линии? Кто не знает, сейчас нарисуем вам. Значит, как устроена у нас молекула, аспектр молекулы? Я нарисую расстояние между атомами. Вот, допустим, у нас тут атомная молекула. Вот здесь потенциальное место. Выглядит она примерно вот таким вот образом. Если я совсем сближаю Астана, то сила увеличивается. Если я их сильно отдаляю, то рано или поздно молекулы мне прорвется. Вот здесь у меня потенциальная емка, в которой, так сказать, происходит колебание. Как вы знаете, наверное, в планной системе колебательные уровни дискретные. Вот, это одна-вторая, хорошо уменная, и значит, с шагом пошел. Дальше лестница выйдет. Но, как только у меня уже становится сильный андермонизм, то есть тревоги потенциально сильно отличаются от параболы, дальше они сближаются, сближаются, и на пороге эти ссоциации, на стороне стекла. Вот это колебательная стекла. Но, кроме того, что колебаться, молекула может еще и вращаться. И поэтому каждый такой колебательный уровень, он разбит на огромное-огромное количество близко стоящих вращательных уровнях. И реальные переходы, они происходят между колебательными и вращательными уровнями. И поскольку таких переходов может быть довольно много, то реальная стекла эта полоса выглядит, как, так сказать, вообще такой забор, чистоколк, из очень узких и близко стоящих уровней. Я все это очень напоминаю. Момент в инкусе хватит лица. Радиное вращение тоже дискретно. Конечно, конечно. Бартуется, так сказать, в метровере все. И обычный спектрометр видит вот всю эту полосу целиком. Вот если мы обычный спектрометр подкладываем, мы увидим всю полосу целиком. Но увидеть полосу СО2 на фоне такой же широкая, а на самом деле гораздо более широкая и сильная полоса водяного пара, мы не можем. Просто у нас все уходит. Поэтому мы выручены определять вот отдельные стоящие линии. И мы видим, вот здесь линия водяного пара, а вот здесь линия СО2. И вот такие линии как раз вот на этом спектре вы и видите. Вот в этом основная сложность наблюдения с орбиты парниковых газов. И решается эта задача только такими вот уникальными приборами с уникальными характеристиками. Ну, в каком-то смысле этот прибор, это, к иллюстрации русской поговорки, воль на выдумке хитра, потому что, значит, стоил этот прибор нашему налогоплательщику 15 миллионов рублей, то есть полмиллиона долларов. А японский спутник ГАСАД, который решает ту же самую задачу, или, например, американский спутник ОСИО, который имел вообще очень похожие фактические характеристики, каждый стоит, ну, так, миллионов по 300, по 400. Но я не хочу сказать, что мы, так сказать, их сильно обошли здесь на повороте, но, во всяком случае, сильно и не отстали. Ну, а это как раз вот линейка приборов, которая у нас создана. Это вот марсианский прибор, самый первый, самый маленький. Это прообраз русалки, прибор СУАР, который сейчас работает на Венере. Точно так же видит отдельную вращательную линию, и который позволил нам, например, увидеть, что отношение дейтерия к водороду в атмосфере Венеры больше, чем на Земле, аж 250 раз. Вот это очень интересное открытие, которое, так сказать, было несколько раз, несколько статей в Nature, в Сайсе у нас было. Действительно, очень сильно прозвучавший эксперимент. Вот, ну, вот русалка, которую вы уже видели, и следующее поколение, это такой уже микроскоп на основе опустоптики, который будет стоять на европейском марсоходе, который полетит в 2016 году. Ну, вот, теперь я плавно перехожу к планетам Солнечной системы, про которые я обещал рассказать, и, так сказать, пару вводных слов. Вот, какой все-таки, я понимаю, климат, да, нам всем страшно, всем важно, так сказать, как, в каких условиях мы будем жить, киоски, протоколы и так далее. Но при чем тут, так сказать, Венера и Марс? Вот, ответ простой. Если мы не изучим климатическую систему в широком контексте, некого класса объектов, мы не будем хорошо разбираться, как наша собственная климатическая система работает. И в этом смысле у климатологии планет есть очень важный практический смысл. Я, конечно, не говорю, так сказать, о смысле философском. Я очень быстро пробегусь по устройству Солнечной системы. Вот, вы знаете, что уделяют планеты Солнечной группы, планеты-гиганты. Вот, снова от Меркурий, так сказать, не нужно останавливаться на нем. Планета Венера. Планета Венера исследовалась советскими аппаратами очень давно интенсивно, и, так сказать, грандиозный успех это был, на самом деле, нашей науке. Вот, изображения поверхности, которые до сих пор уникальны, до сих пор они не повторены. Это американскими радарами была получена картинка. Здесь у нас были очень близкие конкурентоспособные результаты науки. В науке нельзя быть вторым, а можно быть только первым, поэтому про советские результаты никто не знает, а про американские знаем все. Вот, это как раз спектры, которые получает прибор СОА. И это вращательная линия деперированной воды, HDO. Почему там так много дейты? Потому что, по той же причине, почему на Венере вообще очень мало воды. Там парниковый эффект настолько силен, что вот вся вода, которая там была, она испарилась. Я вам говорю, что воды мы можем загнать в атмосферу столько, сколько позволяет кривое насыщение. Вот эта кривая здесь как раз и показывает, что если на Марсе и на Земле мы рано или поздно купремся насыщением, то на Венере броняковый эффект оказался настолько сильным, что вот весь океан, вся первичная вода, которая там была, она испарилась. Атмосфера разогрелась до таких страшных температур, что произошел просто такой гидродинамический сброс атмосферы в космос. В результате вся вода дисцировала. Водород, как наиболее легкий элемент, убежал через Максвелловский хвост распределения. Ну а дейтерий, как более тяжелый, он остался. Поэтому мы видим, что дейтерия там осталась намного больше. Хотя вообще воды там фантастически мало. Примерно 30 ппм. То есть 3 на 10 минус 5 по отношению к СО2. Очень интересная картина циркуляции атмосферы Венеры. Дело в том, что Венера, она медленно вращается. У нее период обращения вокруг собственной оси больше, чем вокруг Солнца. 243 земных суток. А атмосфера делает оборот за четверо земных суток. И вот этот механизм, это явление, которое называется суперлотация, оно до конца на самом деле не объяснено. Хотя вот сейчас появились догадки, вот с помощью спектронных рогентис мы видим, что в полярной области существует такой вихрь, вращающийся, который по всей видимости имеет отношение к переносу моментов. На объявлении я какую-то картинку поместил. Это не она? Это похоже на полярный вихрь, совершенно верно. Но я думаю, что это земной полярный вихрь. Я чуть-чуть еще остановлюсь на полярный вихрь. Мне кажется, это визит. Очень интересная теоретическая проблема. Теоретические физики не решены. Проблема индументальной физики, которая имеет прямое отношение к парнюковому эффекту на вине. Вот если я спектральную линию нарисую, здесь видите алгоритмический масштаб. Вот так пойдет обычный фойковский контур. Уширение линии, знаете, да? Значит, за счет столкновений и за счет доплеровского эффекта. Так вот столкновительное уширение далекого крыла дает вот такое вот крыло. При больших давлениях реальное поглощение, реальный профиль далекого крыла идет намного ниже. Он идет вот примерно вот в таких вот образах. И хорошей теории далекого крыла на самом деле не существует. Сейчас я вам попытаюсь показать, значит, вот картинку поглощения, к центру поглощения в атмосфере Венеры на разных длинных волках, которые дают разные теории. Вот обратите внимание, здесь алгоритмическая шкала, и вот разница в пять порядков, то есть 10-5. Вот если бы я просто считал профиль линии по обычному ломенсовскому контуру, я бы пробрался порядка на три. Вот они где-то здесь пошли. Ну, а поскольку при таком сильном поглощении все излучение переносится не в центрах полос, а как раз в промежутках между ними, это понятно, да, в центрах полос атмосфера совсем не прозрачная, то вот этот очень тонкий эффект, который в лаборатории это еле-еле возможно увидеть, которым обычно все, так сказать, пренебрегают, вот для парникового эффекта он оказывается наиболее существенным. И различные теории дают нам различия вот здесь, вот на прозрачности, как видите, ну, там вот на порядок величина. Это до сих пор нерешенная задача. Так что, если, так сказать, кому-то покажется интересно, то, что называется, волка. Вот, но это на фоне остальных газов. Вот это синяя, это как раз водяной пар, который, как видите, практически везде поглощает. Ну, а это попытка, так сказать, подогнать излучение окон прозрачности под наблюдаемые данные. Это вот величина инфракрасного потока при различных теориях. Тут видно, что вот в 2-3 раза эти потоки будут измельчаться, если мы воспользуемся различными моделями. Ну, расскажу немножечко теперь про Марс. Вот так его видел Бюггенс, так его видел в начале 20-го столетия, так видит его Хабблский телескоп сейчас. Чем интересен Марс? Тем, что это очень близко по основным климатическим параметрам, по своему, так сказать, облику планеты, наиболее близко к Земле. Именно здесь, если уж где-то ожидать существования внеземной жизни, то, конечно же, здесь, на Марсе. Вот очень важным открытием последних лет было открытие повсеместного распространения водяного льда. Сейчас мы знаем, что лед на Марсе, это, так сказать, ну, ничего необычного, это просто горная пароль. Льда там очень мало. Ну, и, наконец, вопрос о жизни, который действительно всякий раз понимался. Вот здесь Карл Саган изображен на фоне своего детища, аппарат Викер, который так и не смог, так сказать, однозначно ответить на этот вопрос. Ну, и одна из сенсаций последних лет это обнаружение метана в атмосфере Марса. Почему эта сенсация? Метан, он недолго живет. Он за тысячу лет примерно разлагается. Значит, если у нас есть метан, есть какой-то источник этого метана. Никакой тектоники, никакой сейсмики на Марсе нет, мы это знаем. Поэтому вот есть что-то, что его пополняет в атмосферу. И вполне серьезные ученые говорят, что ничего другого, кроме бактерий, мы придумать не можем. Я не очень буду, честно говоря, верен. Думаю, что мы хорошо подумаем, и поймем, откуда метан. Но пока это действительно сенсация. Очень важный элемент климатической системы Марса это, так называемый, гидрологический цифр. То есть перенос воды в атмосферу. Вот мы видим, что на северном полушерии воды гораздо больше, чем на юрбе. Значит, изображена эта широта по вертикали и по горизонтали сезон. Вот это так происходит летовой цикл. Это у нас лето северной полярной шапки, здесь очень сыро. А вот когда лето надежные полярные шапки, здесь намного сухо. То есть что, чем краснее, тем водяного пара больше. Да, это экспериментальные данные. Вот. А это попытка моделирования этого эффекта с помощью трехмерной чистки лимогрели. Вот. Это как раз вот на нашем факультетском суперкомпьютере считается эта модель. Которая, кстати, переделанная из зимой, климатической модели. Вот. И здесь показано, что как раз, когда у нас лето на севере, у Марса вытянутая орбита. Когда лето на севере, он вообще дальше от Солнца. Там глобально холоднее. И поэтому вода конденсируется довольно низко. И вот эти облака, они как бы не пропускают воду вот в эту циркуляцию глобальную. Вся вода у нас запирается в северном полуше. Когда лето на юге, глобально теплее, и поэтому облака конденсируются намного выше. И вот эта ячейка Хагля, которую я вам показывал, она позволяет воде циркулировать по всей атмосфере, перемешиваться. Таким образом получается такой как бы плавный межсезонный. И эффективно вода за геологические времена перекачивается в северное полушарие, образуя северно-полярную шарку. Вот это попытка моделирования того же самого геологического цифра. Зажумался, подвис. Вот, то есть здесь мы в моделировании климата Марса уже подошли к тому пределу, когда мы реально можем воспроизводить данные космических аппаратов не с точностью до порядка величины, не с точностью до десятков процентов, как в астрофизике, а с точностью, вообще говоря, до процентов. Значит, эта анимация как раз, это карта Марса, и цветом обозначен тоже водяной пар в атмосфере. Вот так проходит год. Я вот еще раз запущу и обращаю ваше внимание на некую, некие структуры. Вот видите, здесь возникает три таких пятнышка. А когда мы возвращаемся к сезонам храноденствия, то есть когда у нас осень в воду, весна и осень в воду повышали, то здесь как бы два симметричных пятна. А было, когда, еще раз запущусь сейчас, когда у нас ближе к северному лету, было здесь три пятнышка возник. Вот, сейчас здесь остановлю. Пятнышка полностью не исчезает в воде. Вот эти исчезают, они как раз живут довольно недолго, вот три пятнышка. А два пятнышка, они действительно живут почти все время. Что это такое за пятнышки? Это есть не что иное, как атмосферные волны, те самые волны, которые возмущают зональное течение. И если мы посмотрим на распределение водорода в марсианской коре, то мы тоже увидим два антиподальных противоположных пятнышка. Вот высказывались даже гипотезы, что это когда-то были полюса, потом кора съехала на бок и так далее. Но наиболее правоподобное объяснение состоит в том, что это результат волнового эффекта, резонансной, так сказать, атмосферной волны, которая заставляет воду конденсироваться именно в этих противоположных местах. То есть атмосферные волны и симметричная структура этих атмосферных волн влияет не только на распределение параметров атмосферы, но и на геологический облик поверхности планеты. В этом смысле Марс это очень интересный полигон. Это как раз в попытке моделировать конденсацию воды на поверхность. Здесь как раз видно, что именно на этих долгодах у нас существует максимум. А вот так выглядят эти волны в полярном вихре. Очень красиво. Это тоже распределение водяного пара по данным моделированиям над северной полярной шапкой. Вот это один сезон. Дальше мы переходим к другой сезону. Здесь возникает вот такая красивая тройная структура и какой-то хвостик. Вот это вот резонансная структура волны с волновым числом 3. А эта вот тройная структура, она расползается дальше к экватору как раз и обеспечивает перенос варминского повышения. Это то же самое по кругу? Нет, это просто немножечко более поздний сезон. Вот здесь она родилась, а здесь она распространяется от полюса как варма. И вот эта симметрия, она связана просто с тем, что поскольку Марс как и Земля круглой, то у этой волны циклические граничные условия. На период у вас должно помещаться целое количество длинков. И теперь мы видим даже в структуре полярной шапки очень похожие симметричные луновые структы. Это середная полярная шапка Марса, это микроструктура длинков. Ну, очень коротко, так сказать, по планетам-гигантам пробежимся. Там совершенно иная динамика, конечно, там она существенно трехмерная. Вот большое красное пятно на Юпитере, это вообще гигантский антициклон, очень долго живущий. Галилеевы спутники сами по себе тоже очень интересны. Но вот возможно, что вот такая черная поверхность Ганимеда и Калиста, это следы реликтовых аэрозолей, которые когда-то при существовании реликтовых атмосфер осели. И тоже являются следами древних климатических систем. Ну, а у Сатурна, у него у самого потрясающе богатая вихревая динамика, вот такой, видите, шестигранный полярный вихрь существует у Сатурна, существуют вот такие вот вихри в атмосфере. Про кольцами не буду уже останавливаться. А вот Титан, это чрезвычайно интересный ступик. Значит, он на расстоянии там 1-2 миллиона километра вращается вокруг Сатурна. Это единственное тело в Солнечной системе, кроме Земли, с очень плотной азотной атмосферой. Там давление полторы атмосферы, при том, что самая низшая Луна. А какая там температура? Значит, температура там очень низкая. На поверхности примерно 90 кельвин. Значит, в тропопаусе 72 кельвина, это минимальная температура. Дальше она начинает расти, и температура стратосферы, переходящая в атмосферу, это примерно 160 кель. А давление? Давление 1,6 барового поверхности, ну и, соответственно, дальше, так сказать, со шкалой высоты примерно 20 км, в инстанционных барах. Удивительная особенность Титана состоит в том, что там роль воды играет метан. Метан конденсируется на высоте примерно 30 км. Вообще говоря, и там идут метановые дожди, существуют метановые водоемы, вот особенно на южном полюсе Титана сейчас очень хорошо видны, там прямо как-то с блоксов на Калевском перешейке, если кто знает, эти озера на Титане очень-очень плотно. Но при этом посадочный аппарат Гюгенс, который в 2005 году совершил эту посадку на поездку Титана, он никаких следов жидких на полеводородах не обнаружил, зато очень тщательно прозондировал дымку. А вся атмосфера Титана, вплоть до гробных высот, до 500 км, она забита плотным слоем такой фотохимической органической дымки, которая называется фалин, и которая во многом, так сказать, обеспечивает термодинамику Титана. Вот очень интересная аналогия с Венерой, связанная с тем, что на Титане мы тоже наблюдаем суперротацию. Вот этот прибор, который были сделаны вмерения, тоже, так сказать, чудо техники. Придумано это все было больше 20 лет назад, и было реализовано блестяще американскими и немецкими коллегами нашими. Это фара, которая предназначена была для подсветки места посадки. И вот такой вот он дал панораму. Сейчас я вам немножечко по времени покажу. Видите, вот очень богатый рельеф с какими-то долинами, хотя вот ожидали, так сказать, жидкого, жидкого водорода, но не нашли. Дальше я пробегусь очень быстро, значит, по моделированию атмосферы Титана. Сейчас вот в нашей группе совместно вот с еще группой, которую руководит выпускник Фистехов, ОКИ Игорь Менгалев, который работает в Полярном геопедическом институте на Кольском полуострове, мы разработали первую в мире полностью негидростатическую модель общей циркуляции атмосферы Титана. То есть, ну так вот, по-фистеховски подошли, решили задачу сложную, но в лоб. Обычно так не делают. Метеорологи решают все-таки не уравнение газодинамики, а гораздо более простые уравнения метеорологии. Но такие модели, конечно, они испытывают огромные ограничения. Вот атмосфера Титана, она была впервые посчитана с помощью такой модели, и первое, что мы получили, мы получили суперротацию. Сейчас я вам покажу. Кто ее раскручивает? Значит, раскручивает ее прилив. Для линера тоже? Да, да. Значит, вообще, вот что такое прилив? Мы привыкли, что прилив от Луны бывает. Да? Какой же у линера тогда прилив? Вот в геофизике и в астрофизике, имейте в виду, под приливом понимают вообще любое вынужденное колебание. Какое внешнее воздействие на планету? В первую очередь, конечно, тут неравномерный нагрев со стороны Солнца. Поскольку планета вращается, то с солнечной стороны у нас атмосфера разогревается, и дальше динамический отклик на вот этот разогрев неоднородный, это и есть приливная волна. И вот мы видим, значит, здесь изображена скорость зональная, видите, аж 160 метров в секунду на высоте примерно 350 километров. Вот такое прямо однородное движение зональное. Вот немножечко при других параметрах видно, что здесь аж 300 метров в секунду, то есть это практически уже сверхзвук. Цвет – это скорость? Цвет – это скорость до метров в секунду. А куда она направлена? Значит, она направлена в ту же сторону, что и вращение планеты. Значит, это южный полюс, это северный полюс, это высота. Да, высота очень большая, видите, 550 километров. То есть вот орбитальная станция, она вот здесь вот такая. То есть на Земле мы считаем, что здесь атмосферы нет никакой. А на Титане там как раз самое интересное только начинается. Вот это вот отдельное ядро и такая инверсия температурного профиля здесь связана с тем, что температурный профиль на Титане он ведет себя примерно таким образом. Вот если мы от поверхности пойдем, что она может падать, дальше резкий такой инверсный слой, и дальше она начнет тихонечко расти. Вот. Как раз вот на этом инверсном слое, заметьте, если движение алюбатичное, то здесь очень круто атмосферу сдвинуть вверх-вниз. Это будет проводить гасскими торгозатратами. Чем больше температурный грязи, тем устойчивая атмосфера. Но оказывается, что там и горизонтальные движения тоже запрещены. Вот на уровне тропопаузы, как раз где этот инверсный слой, у нас скорость зонального течения падает. Но вот это одна из первых моделей, которые полностью воспроизводят... Тут большой рисунок это температура или скорость? Нет, температура тут нет, тут все скорость. Все скорость. И справа? Справа это просто столбик, который показывает численные значения. То есть видно, что это почти 300 метров в секунду. 300 метров туда. Да. И вот очень красивая картинка, которая иллюстрирует вот эту самую приливную волну. Видите, вот такая угловатая структура. Это как раз динамический отклик. Это карта. Значит, это юг-север, запад-восток. И вот такой динамический отклик на разогрев со стороны Солнца оказалось возможным посчитать только в полностью негидро-статической модели. Вот эти зубчики маленькие, это сеточные эффекты. Видите, они тут кривые. Это связано с тем, что модель рассчитывается на такой вот сильно неоднородной сетке. Сейчас еще раз покажу. Она как мячик. Вот разрезана на треугольники, и каждый треугольник разрезан на маленькие треугольники. Это сделано для того, чтобы избежать особенностей. Потому что если мы на географической сетке считаем, многие метеорологические модели считаются на географической сетке. Но тогда на полюсах возникает сгущение этих сеток. Там приходится фильтр накладывать, и реальная циркуляция там сильно отличается от того, что рассказывает модель. Такая модель, она оказывается намного более адекватной, в том числе и для моделирования динамики полярных метров. Ну и, так сказать, самое последнее, о чем я вам хотел рассказать, это об аэрозолях этих самых метитами. Нам удалось определить их размер. И оказалось, что это такие фракталы. Вы знаете, что такое фракталы, да? Это объекты, у которых размерность дробная. Такие пушистые агрегаты. Довольно крупные. Ну, с точки зрения аэрозоли крупных. То есть единицы микроли. А вот элементарные мономеры, из которых состоят эти агрегаты, они все прям как калиброванные шарики. И все примерно в рове 50 нанометров. Вот мы пытались понять, почему это 50 нанометров. И построили модель коагуляции, то есть слепания вот этих фотохимических наночастиц в атмосфере титана под воздействием клоновских сил. Мы считаем, что они слепаются до тех пор, пока заряд, который приобретается вне, начинает препятствовать их дальнейшему сближению и слепанию. И оказалось, что у нас возникает пик в распределении как раз, ну, широкий, достаточно пик, но как раз примерно вот на этих самых размерах порядка, значит, 50 нанометров. Почему так получается? Потому что если мы посмотрим на распределение по зарядам, вот здесь в элементарных зарядах распределение этих частиц по зарядам, честно посчитано с помощью самых согласованных моделей. Оказалось, что у нас возникает целое семейство частиц, у которых ровно один электрон. И заряд-то дискретный. Мы не можем его поделить пополам. Электроны. Правильно? Поэтому возникает семейство частиц, ведь если частица нейтральная, ей гораздо легче схватить один электрон, чем если в ней уже один электрон сидит. Поэтому таких частиц будет много. А если мы вспомним, что у кулоновской энергии одного элементарного заряда, точнее двух взаимодействующих элементарных зарядов, равна примерно КТ как раз на 50 нанометрах, мы получаем очень простое, так сказать, на пальцах объяснение, откуда этот выделенный размер берется. Это просто, так сказать, дискретность заряда и температура приводят к тому, что у нас формируется в распределении некий пик именно такого размера. Ну а дальше эти частицы уже, так сказать, начинают быстро коагулировать между собой, потому что они более крупные и этих кулоновских сил не чувствуют. Вот. Это вот еще один пример, когда численное моделирование позволяет нам определить вещи, так сказать, существенные для климатологии. Вот. Но очень-очень быстро, так сказать, о том, что делается дальше на территории, тут уже никаких моделей я показывать не буду. Это, так сказать, наше представление о том, что такое Ураг и Уртун. Это планеты океана, у которых очень плотные и массивные водородные атмосферы. И в качестве мантии у них жидкие, так сказать, из льдов, под льдами я понимаю, жидкую воду, жидкую, то есть, СО, СО2 и так далее. Под огромными, естественно, давлениями. Вот. Ну а в качестве ядер, если у плотной земной группы железные ядеры, то там ядер как раз силикатные. То есть в Солнечной системе что происходит? Чем дальше мы уходим от Солнца, у нас камень замещается водой, то есть льдом, а железо замещается камнем. И на периферии Солнечной системы лёд это очень, так сказать, распространённая и самая естественная горная вода. Ну, так сказать, про малые тела комет совсем чуть-чуть. Вот так сейчас мы видим яркую комету, мы видим, что это просто на самом деле обычные астероиды, ничего особенного. Только ледяные. Мы знаем, что на периферии Солнечной системы практически всё ледяное. Но особенность комет состоит в том, что они иногда попадают во внутреннюю область Солнечной системы, где под действием Солнечного излучения начинает со страшной силы испаряться. И это как раз создаёт вот такое, так сказать, красивое зрелище, которое иногда мы с вами можем наблюдать. А так это самые-самые, так сказать, обычные тела с периферии Солнечной системы. Ну, и закончу я свой рассказ, уже, наверное, затянутый, таким замечанием, что физика планет на самом деле она может показаться несколько маргинальной области науки. Во всяком случае, многие астрофизики так думают, ну, что такое планета, грязь какая-то, что я делал чёрные дыры, галактика. Но вот так случилось, что это одна из наиболее быстро развивавшихся и развивающихся по сей день областей науки, если её рассматривать не как частные случаи, так сказать, не как маргинальную часть астрофизики, а как, наоборот, расширение геофизики. То есть мы расширяем наш взгляд на Землю, на гораздо более широкий класс объектов. И смогли мы это сделать в основном, конечно, благодаря тому, что человечество, так сказать, и силами нашей страны во многом, теперь обладает доступом в космос. И именно благодаря космическому исследованию, посредственному наблюдению из космических аппаратов, мы стали знать о наших планетах, о нашей Солнечной системе гораздо больше. И вот, пожалуй, самое главное, что мы поняли, что мы узнали, мы поняли, что мы в Солнечной системе одни. Если вы посмотрите книги, вполне серьезные, так сказать, изданные до войны, то там вполне серьезно можно найти рассуждения о растительности на Марсе, так сказать, о растительности на Венере, о животных там и так далее. Вот сейчас мы знаем, что абсолютно точно никакой высокоразвитой жизни нигде в Солнечной системе нет. Может быть, есть слабая какая-то надежда на то, что какие-то бактерии могут быть обнаружены на Марсе или, скажем, на Европу, где есть жидкая вода. Но эти надежды, они, так сказать, чем дальше, тем более эфемерны. И мне кажется, это очень важный философский, вот с философской точки зрения, результат, потому что вот так получилось, что человечество как-то придумало себе такую иллюзию, что вот жизнь, она должна самозарождаться. Вот мы видим, что это не так. Мы видим, что не только нигде нет жизни, нигде нет, вообще нигде нет похожих условий. Диапазон параметров, при которых климатическая система планеты пригодна для жизни, он потрясающе узкий. Вот вероятность случайного возникновения Земли, биосферы и человеческой цивилизации, она просто строго равна миром. И чем дальше, тем более подробно мы изучаем нашу Вселенную, тем больше мы убеждаемся в этом совершенно удивительном факте. И дальше уже, ну как бы я не буду даваться в ту сферу, которая, наверное, все-таки имеет такой философский, религиозный характер, но строгая наука дает нам совершенно четкое понимание того, что земная климатическая система уникальна. Хотя все механизмы, которые работают на Земле, они в той или иной мере работают на других планетах, и другие планеты являются очень удобной, интересной лабораторией, которая позволяет эти механизмы часто увидеть гораздо более явно в мире. Скажем, вот те же полярные вихри, и те же волны полярных вихр, которые мы видели на Марсе, они есть и на Земле, только они более слабо будут. Те же приливы тоже есть на Земле, только очень слабо будут. Такого парникового эффекта, как на Венере, конечно, на Земле нет, но даже один градус для нас более важен, чем 500 градусов для Венеры. И в качестве, можно сказать, посреднего слайда я хочу, так сказать, честно-таки закончить на такой оптимистической ноте, что вот та совершенно уникальная геометическая система, которая нам с вами дарована, она, конечно, должна быть сохранена. И я думаю, что вот если те знания, которые дает нам наука, и те технологии, которые мы приобретаем, позволят нам достойно распорядиться вот этим великим даром, то, ну, наверное, мы, так сказать, проживем нашу жизнь незренно. Спасибо. Я, прежде всего, напомню то, что не сказал это вначале, потому что у нас тут были организационные накладки, что кто хочет написать реферат, не убегайте. Что в этом семестре, в этом году, кто хочет зачесть курс не в предметный семинар, как курс по лобу, основной способ – это ходить на заседание и написать реферат. Я думаю, что сегодня как раз очень хорошая тема. Поэтому кому это интересно, не убегайте. И давайте так задаем немножко докладчику вопрос. Да, я с удовольствием отвечу на вопросы. И вот, если извините, там ребята, кто захотел как-то подробнее узнать, я напишу свою рекордину. Какой вопрос? У вас там есть базовая кафедра вашего института? Да. Это какая кафедра? Это как вы, что вы видите. Вы оставите на организме зеленой. Студентам берете? Студентам берете. Вот, естественно, если будут желающие перейти с других кафедр, то кафедра против не будет совершенно точно. Но я хочу сказать, что есть еще одна возможность. Мы сейчас активно участвуем в программе развития национальных исследовательских университетов. И здесь, на пистике, создаем лабораторию новую совершенно по разработке космических приборов по зондированию зеленой и планет на инфракрасном диапазоне. Мы пытаемся вот ту школу, которая у нас возникла в реке, здесь на новой почве, с поддержкой государства, развивать. Это будет межфакультетский центр космического приборостроения, вот руководители, это негодяи, декан Попея, декан РТ, и я буду отвечать за оптическую часть, за уровень прокрасного прибора. Так что, в принципе, можно уже начинать, так сказать, принимать участие в разработке физических приборов и в этих исследованиях, и не переходя на такие космические физики, а, может быть, оставаясь на своих кафедрах, или, как бы, перейдя там на эту тиску. Я не понимаю, что это. Слышишь, у нас такой точнейший вопрос. Вы говорите, что какие-то там приоритетные направления развития, в том числе называют датчики. Это случайно не одно? А, ну. То есть датчики имеются в виду дистанционного зондирования. Не только, но в том числе. Вот есть, как бы, некая бизнес-идея в этой затее. Значит, поскольку государство смотрит достаточно прагматично, и вот просто за великие философские идеи нам, естественно, вот эти большие субсидии не дадут. Но так с жизнью сложилось, что промышленность космическая на значительной мере рухнула. А инфракрасные приборы нужны не только для исследования планет, но и для гораздо более прозаических вещей. Для сельского хозяйства, для прогноза погоды, для разведки, в конце концов, контрразведки и так далее. И поэтому мы считаем, что мы вполне можем выйти на рынок прикладных задач, где крутятся очень серьёзные деньги. И вот направление, которое очень грубо называется «датчики», оно как раз связано, в первую очередь, с решением каких-то прикладных задач. И тут имеется в виду не только вот эти инфракрасные датчики, не только датчики для заделывания земли, но что-то большее. Да, конечно. И, видимо, не только это центр, это и ресурсный центр. Нет, не только. Это и ресурсный центр, это и, так понимаю, то, что Баторин делает. То есть это направление достаточно широкое. То есть, а давайте немножко подытожим. Значит, на каких планетах в Солнечной системе и в телах вообще есть ЭЗО? Ну, скажем так, вот говорить о климате без атмосферы, наверное, неинтересно. Вот поэтому на Меркурии криво темпы. Поэтому на Меркурии, да. На Меркурия мы не будем добавить. Значит, безусловно, Земля, Венера, Марс. Безусловно, Титан, который тоже по климатологии следует относить к планетам земной группы, хотя у нас совершенно иная химия, иная термодинамика, но очень близкая динамика. И отдельный класс объектов это гигантские газовые планеты, Юпитер-Сатурн и Уран-Нептун. В каком-то смысле о климате можно говорить, говоря о спутнике Нептуна-Тритония. Это объект с очень разреженной атмосферой, но тем не менее она там есть, и эта атмосфера сильно влияет на облик поверхности. Там тоже есть аэрозоль, и тоже есть метан в Атмосфере. А Европа, в которой есть вода в Атмосфере? Значит, ну вот это сложный вопрос. Потому что пока мы ничего не знаем про вот эту воду на Европе, говорить о том, что это часть климатической системы, сложно. Я бы все-таки считал это мантией, а не океан. Вот, как я говорил, лед для спутников планет-гигантов это нормальная, совершенно естественная горная порода. Поэтому если этот лед жидкий, ну, жидкая мантия, ничего страшного. На самом деле, как я понимаю, для Земли это тоже нормальная горная порода. Для Земли все-таки нет. В любом случае, сейчас считают, что Земля Санникова была бы растет. Нет, есть принципиальное отличие. Значит, дело в том, что вся вода, которая есть на Земле, она прокачивается через цикл океан-атмосферы. Она не находится в статичном состоянии. Вечная мрезлота? Вечная мрезлота, она не вечна. Она, так сказать, тоже когда-то сконденсировалась и когда-то испарится. И даже антарктические льды, они тоже не вечны. Они все прошли через климатическую систему. А вот лед, скажем, из которого состоит титан, он просто вот состоит из-за льда ровно наполовину. И практически весь этот лед, он находится там с тех пор, как образовался титан. И в этом смысле это действительно горная порода. А атмосфера комет это, видимо, тоже не значит? Значит, атмосфера комет это образование существенно нестационарное. Вот это вообще предмет совершенно отдельной лекции. Понятно, я просто задаю этот вопрос, чтобы как-то очертить круг. Понятно. Значит, атмосфера комет трудно считать климатическими системами, потому что атмосфера комет это практически просто газ, расширяющийся в космос. Почти никакого влияния обратного на комету эти атмосферы не оказывают. Это само по себе очень интересно. Там, так сказать, много интересных эффектов. В частности, это почти бестолкновительные среды атмосферы комет. Там можно обнаружить молекулы в таких квантовых состояниях, которые вы никогда больше, так сказать, не увидите. Но все-таки считать это климатом, наверное, нельзя. Про планеты-гиганты. Значит, планеты-гиганты... Да, вот спасибо, что напомнили. Есть еще один очень важный класс планет. Это, так называемые, экзопланеты, или планеты внесолнечные. Мы таких сейчас знаем уже примерно 300 штук. И они все похожи на планеты-гиганты. То есть это газовые шары примерно с солнечным составом. То есть у них космологический, так сказать, состав 80% водорода, 20% гелия. Ну и всего остального по чуть-чуть. По всей видимости, в центрах планет-гигантов находятся ядра силикатные. Ну, с точки зрения Земли, большие. То есть размером примерно Землю, с точки зрения Юпитера, это ничего. Это, так сказать, 10-3 по массе. Интересная особенность Юпитера того же состоит в том, что он больше чем наполовину состоит из металлического водорода. То есть, ну, под словом металлический водород надо понимать очень простую вещь. Что такое металл? Это, так сказать, вещество, у которого энергия фермы больше температуры. Правильно. Вот при определенном сжатии у водорода энергия фермы становится больше температуры, хотя температура там очень большая. В центре Юпитера 27 тысяч градусов. Важно, что сказать, что есть зону прозжести? Да, да, безусловно. Но выше металлической фазы водород находится в сверхкритическом состоянии. То есть, если атмосфера – это газообразный водород, дальше мы переходим в такое газожидкое сверхкритическое состояние, и дальше уже в металлический водород. А можно ли говорить про климат применительный в Солнце? Ну, наверное, все-таки нет. Потому что там тоже есть свои атмосферы. Атмосфера у Солнца есть, атмосфера у Солнца есть. Но здесь я сошлюсь на собственное определение, которое я дал вначале. Все-таки, когда мы говорим о климате, мы говорим об этом, исходя из отродного принципа. Климат – это та среда, та система, где принципиально либо может, либо не может существовать биосфера. Вот поскольку говорить о биосфере на звезды в принципе бессмысленно, то, наверное, ну и климатом это называть тоже особого смысла не имеет. Хотя и динамика, так сказать, волновая динамика там может быть во многом очень схожа. То есть математически это могут быть близкими? Да, но есть одно очень существенное ограничение, опять же. Вот планеты, как я говорил, получают от внешней звезды отрицательную энтропию. Они греются из вне. Звезда греется изнутри, и в этом смысле, вот с точки зрения термодинамики, это принципиально иная система. Планеты тоже слегка греются изнутри? Да, тот же самый Юпитер, он вообще говоря, греется изнутри примерно так в полтора раза больше, чем от Солнца он получает. А зачем что? Есть несколько точек зрения, значит, классическое состоит в том, что это не законченное гравитационное сжатие. А новая точка зрения состоит в том, что ортопараводород молекулярный, он меняет свое состояние в очень редких актах тройных столкновений. И время жизни ортопаросостояния, ну, представляете, да, ядерные спины, они либо сонаправлены, либо противоположные направлены. Разница энергии очень небольшая, там, где-то в радиодиапазоне находится этот квадрат. Но поскольку водорода там очень и очень много, то вот эта очень небольшая энергия, она термодинамически может быть существенной. И если вот этот ортопараводород способен аккумулировать энергию и держать ее там сотни и тысячи лет, вот может быть мы сейчас, Юпитер, кстати, та же самая история с Нептуном, он тоже излучает больше, чем получает от Солнца. Может быть мы сейчас просто эти планеты наблюдаем в той фазе, когда вот эта энергия, запасенная, значит, ортопараводородом, она эффективно выделяется. А в всяком случае мы точно знаем, что строго баланса там. Вот тут выступал Андрей Петрович Капицы на нашем семинаре, был замечательный доклад. И у него, он показал яркий образец системного мышления, у него, значит, он делал кены, но не он, может быть, делал. И у него получалось, что сначала идет потепление, а потом уже поделение СО2. То есть деятельность нефтегазовых компаний, значит, в общем-то не при чем, он так говорит. Ну, я продолжу вопрос. Значит, вот, а, значит, когда он это дело докладывал в Англии, то его доклад никто не напечатал. Он спросил пригласившего журналиста, почему мы не напечатали. А он сказал, что сейчас побеждают атомные энергетики, поэтому научная истина заключается в том, что сначала нефтегазовая энергетика, а потом потепление. Когда будут побеждать нефтегазовая, научная истина будет другая. Ну, вот как Вы относитесь к всему? Значит, я начну с конца этого вопроса. Значит, вот насчет способна ли научная истина, способна ли, скажем так, нефтегазовая или атомная логика оказывать влияние на научную истину? Значит, ну, вот те коллективы, с которыми мне посчастливилось работать, в том числе в лаборатории физической гиподинамики в Принстоне, где я провел в свое время довольно много времени, и совместно с которыми мы делали как раз марсианскую модель, это, ну, один из самых авторитетных сейчас коллективов, которые генерируют вот эти все страшилки про глобальное потепление. Ну, и я могу совершенно точно сказать, что те люди, которыми я знаю, мои друзья, они, так сказать, ну, совершенно точно, в лобби не атомных, не атомных энергетиков не подверг. Это люди совершенно независимые, нормальные, такие же, как мы с вами. Откуда они получают гранты? Вот. Они не гранты получают, они получают государственную зарплату. Они госслужащие. Они засекречены, у них там этот суперкомпьютер, так сказать, находится под землей. Я, когда туда прохожу, у меня там целый месяц оформляют пропуск. То есть там у них тоже есть очень все по-разному. То есть получают деньги от правительства и ЦРУ? Да, они получают деньги непосредственно от ЦРУ, совершенно верно, так сказать, сразу прямо от жидомасовского, так сказать, логика. Вот. И в этом смысле они, люди, совершенно независимые. То есть они говорят то, что они думают, а эти жидомасоны сами уже потом... Да какая правда, все-таки? Что раньше? А вот теперь, что касается, что на самом деле? Да. Значит, вот что на самом деле, сейчас никто сказать толком не может. Во. Вот. Это и есть научная истина. Это и есть научная истина. И вот что мы можем сделать, да, мы можем, так сказать, построить достаточно сложную модель, загнать туда довольно сложную физику, так сказать, довольно сложную математику, как-то очень приблизительно попытаться описать биофизику и биохимию, такие блоки там тоже есть в зеленых моделях, ну и дальше посмотреть, как себя эти модели поведут. Но какое это имеет отношение к реальности, естественно, так сказать, вот эти люди, сказать, точно совершенно не могут. Они отвечают, так сказать, за физику и за математику. Вот мониторинг парниковых газов из космоса, как я говорил, он вообще начался только меньше года назад. Вот сейчас мы, что называется, мазрер-мазрю, идем с мировыми лидерами, и к чему придем, мы пока не знаем. Если мы увидим, что у нас и реальными источниками являются индустриальные районы, а похоже, что все-таки так, то да, мы можем с некоторой долей вероятности говорить, что, ну, наверное, антропогенная деятельность здесь существует. Но, тем не менее, гигантским источником эмиссии СО2 является, ну, например, то же самое мировое кео. Огромным источником эмиссии являются лесные пожары. Хотя здесь тоже антропогенного фактора нельзя исключать. Вот если кто-то увидел карту лесных пожаров, она на сайте ИКИА публикована, говорит, там государственную границу можно изучать, так сказать. В России все горит, а в Китае ничего не горит. А где ничего не горит? Нет, неправда. Вот по Амуру идет граница. А, по Амуру, да. Да. Вот у нас все горит, но в Китае не горит ничего. Значит, Псковский область, граница с Латвией. Там, поскольку речки нет, пожары проникают на ту сторону, поэтому граница диффузная, но тоже совершенно четкая. Понимаете? И это уже вот чисто антропогенный фактор, я бы сказал, цивилизационный. То есть вот мы, к сожалению, русские люди не научились, так сказать, ценить свою собственную землю до сих пор. И это тоже большой фактор, так сказать, эмиссии СО2. Факторов очень много. Всех их, конечно, не учтешь. Но вот что важно, я бы сказал, значит, во всей этой истории. Вот лет 20 назад, может быть, вы помните, может быть, нет, там 15 даже, было очень много шума про озону в дуру. Озон изучали, так сказать, научились мониторить из космоса, научились считать фотохимические модели в тех же самых, так сказать, лабораториях. И подняли много шума про вот эти спреи. И про холодильники, которые звучат в фреонах. Значит, запретили делать спреи с фреонами, выставили жесткие требования предприятиям, которые делают в холодильнике. И как-то, в общем, вот шум этот сошел на нет. Хотя все понимают, конечно, что озон управляется далеко, так сказать, не только фреонами, а еще очень-очень много других факторов. Но, во всяком случае, в этом удалось разобраться. И вот эта общественная шумиха, она, ну, в каком-то смысле помогла понять те механизмы, которые реально за этим стоят. И избежать, во всяком случае, опасности дальнейшего возрушения озона. Я думаю, что вот с потеплением и с парниковыми газами примерно то же самое. То есть, конечно, антропогенный эффект есть. Конечно, он не единственный. Но если внимание общества к этому приковано, то, наверное, имеет смысл использовать это внимание для того, чтобы разобраться, принять какие-то меры. И, возможно, мы на этом и сможем успокоиться. И дальше уже, так сказать, увидим следующую опасность. То есть польза от таких компаний в том, что тогда вот, что под эти вопросы дают и деньги. Ну, не совсем не только... На которые можно этот вопрос изучить. Думаю, да. Думаю, что если возникает какая-то общественная дискуссия, то вот наука должна, конечно, не отказываться от этой дискуссии. И если есть такой общественный запрос, то этот запрос надо выполнить. Но при этом, вот я, так сказать, возвращаюсь к вот этому всегдашему вопросу, откуда наука получает гранты и насколько это влияет на качество экспертизы. Вот, понимаете, наука получает гранты ровно до тех пор, пока те, кто эти гранты дают, уверены, что мы, ученые, говорим не то, что от нас хотят услышать, а то, что мы действительно считаем нужным сказать. Вот, как только мы раз или два или три скажем то, что от нас хотят услышать, гранты, я вас уверяю, давать перестанут. И вот в этом смысле большая беда нашей российской науки, мне кажется, заключается в том, что мы на очень многие вещи смотрим излишне прагматично. А надо посмотреть, так сказать, более профессионально. И, может быть, со временем, так сказать, и авторитет нашей науки тоже становится выше, именно потому, что мы больше станем ценить нашу профессиональную честь и профессиональность. Мне так кажется. Еще в этой связи немного вопрос такой, связанный немного с историей. В свое время, когда англичанам, здесь ученые люди, англические англичеяны предлагали осушить болот, чтобы им плотчу жилаться, то есть и они были категорически против и устраивали восстание, мотивируя тем, что вот вы осушите болот, и придут лорды, и нас с этой земли сгонят. Это исторический факт. Нет ли там смысла немножечко ввести в заблуждение наших конкурентов насчет Сибири, что будет холодно, чтобы они к нам попозже нагрянули с захватом? Ну, понимаете, вот, если посмотреть на тех самых английских крестьян, то их таки согнали. И сколько бы они ни сопротивлялись, все равно согнали. А потом бы пришли, так сказать, коммерсанты и выгнали лорды. Где сейчас лорды? Ну, сами все понимаете. Понял. Вот. Поэтому жизнь устроена так, что было бы тепло или холодно, будут болота сухими или сырыми, а слабых всегда били и всегда били. Вот. Поэтому слабым умудут быть просто немного. Понятно. А отложить заселение Сибири чужезентами наукой не может, да? Я считаю, что очень даже может, потому что быть сильным в современном мире, это не значит, так сказать, иметь накаченные бицепсы, правильно, а это в первую очередь значит быть умным. Ага, точно. И уметь врать. Нет, это как раз неправильно. Быть умным в современном мире означает, в первую очередь, иметь грамотную, эффективно работающую экспертизу. Понимаете, вот сейчас ни Путин, ни Медведев не могут ни по одному вопросу получить правильный ответ, потому что они прекрасно знают, что все будут. А вот те самые жидомасоны, когда строили американское государство еще там несколько сотен лет назад, да, вот они очень четко поняли, что им нужна грамотная экспертиза. И они стали сразу же вместе с развитием государства развивать, например, университет. Университетам были даны гигантские права. И передовая американская наука во многом, на самом деле, опирается на эти очень давнишние традиции. Это понимали и русские цари, кстати, когда развивали университеты. Это даже понимал Иосиф Виссарионович. Вот нынешняя демократическая власть этого, кажется, пока еще не начала понимать, хотя, судя по программе исследовательских университетов, может уже понимать. Но пользование экспертизы вы перепоручаете неким верхним грезам, да? Нет, не верхним. Я считаю так, что профессиональный долг ученых – это осуществлять экспертизу, кто бы ее не попросил. А функции общества, под обществом я понимаю, так сказать, очень многое – и власть, и профессиональный, и бизнес-сообщество. Вот общество должно, конечно, каким-то образом налаживать с учеными контакт. Но, тем не менее, если уже нам задали вопрос, то мы обязаны на этот вопрос ответить честно. Неважно, кто его задал, и неважно, сколько за это заплатили. Вот это реально, да? Чем лучше ученого, да? А я считаю, что если этого не будет, понимаете, то просто бессмысленно с нами разговаривать. То есть ученый делает бомбу, а на кого его бросят – это не его тело уже. Ну, скажем так, вот вопрос о бомбе – это не совсем вопрос об экспертизе, да? Это уже… Близкий. Ну, близкий, близкий, я согласен. Близкий, близкий. Он близкий. И, ну, в этом смысле, конечно, конечно же, есть еще такой фактор, как… Фактор национальный, государственный. Конечно, делать бомбу для другого государства, наверное, неправильно. Вот. Но осуществлять экспертизу для другого государства – это, опять же, вопрос такой. Значит, если наше собственное общество, наше собственное государство достаточно умно и понимает, что в каком-то вопросе оно лидирует, вот как американцы поступают, да? Вот они все вот эти данные со спутников, они тут же выкладывают на торжество. Скажут, ничего не секрет. Пожалуйста, забирай. Потому что они знают, что чем больше будет народу пользоваться их данными, тем больше к ним потом придут, так сказать, на покой, задавать наводящие вопросы. Правильно? Когда я выступаю в разных кабинетах, так сказать, предлагаю вот эти самые приборы и говорю, что кроме нас мало кто это делать умеет, первый вопрос, который я слышу в наших чиновных кабинетах – а кто за это заплатит? А кто эту информацию купит? Я говорю, ребята, вот эта информация есть, она лежит. Пожалуйста, берите. Но она чужая. Понимаете? И до тех пор, пока мы будем пользоваться чужой информацией, мы будем всегда вторыми. А вторыми очень плохо быть, потому что тогда действительно придут. Первые скажут, что мы в Сибири первые, мы там первые, мы там первые. Понимаете? И мы будем делать то, что нам скажут. Спасибо большое. Отменим, да? Вопросы? Устали уже люди. Все, ребята, спасибо. Давайте еще раз поблагодарю Брековичу.